А вообще ваши воспитанники, когда готовят программу, они у вас полностью утверждают? Нет. Нет? То есть это вы даете просто на откуп? Практически да. Мы согласовываем примерно, что будет происходить. Но воспитанниками я не хотел бы называть. Хорошо, а как? Они сложившиеся уже артисты со своей позиции. Я единственное, что делал, я делал абсолютно то же самое, что я делал, когда они у меня все были на голосе. Они все были на голосе. На первом, втором, на третьем. Ну поэтому я и говорю, что вы их наставнике. Да, там была другая ситуация. Там все-таки вот этот вот самый бешеный скач, когда нужно очень быстро решать, кто остается, кто не остается, что поет и так далее. Он мобилизовывал, но одновременно и пугал. А здесь у нас спокойная обстановка. Мы можем посовещаться, что нам делать, в каком направлении делать. Вы, Александр Борисович, посовещаться? Да, да. Вы меня что-то все время трактуете как какого-то тирана. Как градского. Ну нет, нет. Это все ваши, собственно говоря, придумки. В молодости, в юности, наверное, что-то похожее и можно было увидеть. А здесь мне, наоборот, самому интересно, чтобы они сами все придумывали. Моя идея, например, ну, грубо говоря, вот я придумал концерт Вертинского. По памяти Вертинского. Это получилось как раз организовать в день его рождения, в день его 130-летия. Я был поклонником Вертинского. Всегда мне очень нравилось, как это все происходит. Но большинство солистов театра к Вертинскому имело очень мало отношений. Они все что угодно могли петь, только не эти произведения. Я им это все показал, объяснил, придумал. Они завелись. Стали предлагать что-то сами. И вдруг неожиданно выяснилось, что самые разные песенки Вертинского могут быть исполнены самыми разными певцами. Мы сделали концерт, который прошел очень хорошо. И 95% это их заслуга, ребят. Потому что они сами себе находили песни, сами придумали какая-то аранжировка, сами придумали, в каких костюмах выступать, этот цвет и так далее. Ну, пришли Погудин, который поет Вертинского очень хорошо в гости. Катя Гусева, артистка такая замечательная, пришла в гости. Андрей Владимирович Макаревич пришел, который тоже очень любит Вертинского, тоже спел два произведения. И это существенно раскрасило концы. К нашим артистам все привыкли. А тут пришли гости, которые действительно это делают постоянно. К чему я это сказал? Потому что мне самому нравится существовать здесь, в театре, как некому аккумулятору, что ли. Вот я аккумулирую какой-то заряд, и он существует, этот аккумулятор, этот заряд. Дальше они сами подходят, если им надо, они подзаряжаются. Если не надо, они сами что-то придумывают, предлагают. Конечно, если это явное не то, ну, я говорю, нет. Но это бывает настолько редко. Вот явное не то, они не делают. Бывают ошибки, делают, например, сольный концерт с ошибками. Сольный концерт сложная работа. Это отличное название для альбома. Сольный концерт с ошибками. Или вообще для шоу. Да, ну, с неточностями. Не с ошибками, это... Ну да, может быть. Но с неточностями, например, не так поставлены песни, не так рассчитан финал первого отделения, например, или финал второго отделения. Я могу это сказать, честно, что нет, я хочу так. Я говорю, хорошо. Потом концерт кончается, происходит в какой-то степени, по-моему. Я этого артистку... Срашиваю, ну... Она говорит, да, надо в следующий раз сделать по-моему. В Бирюковой так бывает? Очень редко.